О, ну хотя, можно чё сказать. Красавчик поймал. Яшкин кот. Ребят, всем привет. Вот жопа-то жопа. Влоги это жопа, на самом деле. Да, и меня тоже плохо получилось. Не снимайте влоги, это самое гиблое дело на ютубе вообще. Даже полезнее будет, если вы покажете, как своими руками собрать стул. Стать плотником, и то интереснее будет. Ребят, всем привет. На связи Раиль. Наконец-то за это лето выбрался из Казани. Съездил в Москву. Очень клёво провёл время. Но, как всегда, была причина приехать сюда не просто так. Рома Смайл организовал свой концерт. И очень-очень постарался. Много артистов пригласил, и в том числе и меня. Как это произошло, сейчас расскажу. После того, как я в течение этого лета смотрел его ролики, и послушал его песни, я решил предложить ему совместный трек. Но пока что у него вышел огромнейший такой большой альбом. И он отказался от совместки, но зато предложил выступить мне на концерте своём. И да, 19 августа прошёл данный концерт в Москве. Было всё, скажем, не так, как я ожидал. Сейчас я покажу вам некие фрагменты того, как я там снимал всё это дело. И, конечно же, вставлю фрагменты, как я сам выступал там. Пацаны, кто сегодня играет? Кто поёт? Кто играет, кто поёт? Классно поёт. Спасибо, спасибо. Кто пацаны поёт, всё равно поёт. Вон, в том самом месте будет проходить сегодняшний концерт. И, как вы слышите, уже идёт репетиция. А мы уже почекали. Ничего о плохом звуке не буду говорить. Все отжигали на таком высоком уровне, что мне казалось, все они прошли строевую подготовку. Вот таким образом. Но в конце, наверняка, что-то было интересно, потому что движуха началась. Скажи, да нет, ты скажи так, что, допустим, поначалу приехали, там, мацкая жара была, там, под вечер. А, да, да, да. Все отжигали вот таким. Я начал петь свою песню скромно, и все вот так начали. Скромно, скромно, скромно. Хотя я эту песню не пел, кстати. Мы пришли вообще в 4 часа, чтобы отрепетировать. Все группы тоже приехали заранее. Молодцы, хорошо подготовились. Все почекали. Было очень жарко такое помещение на Кантемировской 60, где очень-очень жарко. И окон практически не было. Ребята, мы добрались до Рома Смайла, и он сейчас передаст вам привет. Привет, какие же не музыканты. Мы тут все, у нас тут дарамы голые, все бегают. На самом деле мы в сауне, правда, с Арсланом. То есть, концерт. Жарко тусы говорят, и это слово прямо точно передает ту тусу, которая прошла вчера. Вот видишь, как тяжело слагать мысль. Я же не поэт и не Пушкин. Сейчас. Не поэт. Не Пушкин. Пушкин, не поэт, это что-то высшее. Было много коллективов, рок-групп, рэперов. Вот. Все началось аж в 6 часов. То есть, друг за другом все рокеры играли. Моя очередь дошла только в 8.30. Питер, блядь, какой, ебан. Питер, братцы, блядь, перейти. Кто? Понял же, да? Понял же, да? Сделай, да. Давай сейчас обривай. Микро. Смотри, стой, пока не чек, я пока скину все. Зовешь тогда? Да. Так, сначала, я прумеровал их. Первый, это первый, который будет играть. У меня есть часа, но я не так же сказал, что уже надо. Прумеровал их. А? Своё выступление я назову довольно удачным, потому что выложился на все 100%. Потеть мне помогало также помещение, так что я был очень мокрым. На видео сейчас вы сможете увидеть моё выступление. Самый небольшой кусочек, потому что всё остальное вы можете посмотреть на канале. Так что, Роме, спасибо за организацию данного мероприятия. Парень реально постарался, собрал народ, всё это организовал, потому что это реально тяжело одному сделать такое в большом городе. Я думаю, в Москве я очень круто провёл время, но так как я всё ещё в Москве, а вы видите уже видео спустя два-три дня, польза была в чём? То, что мы ещё, кроме концерта с Димой, сняли кавер на крутую песню группы Quest Pistol Show «Непохожие». Она была выпущена ещё полгода назад, эта песня. А мы сделали сейчас, потому что мы очень долго осознавали смысл данной песни, вникали в него и вот только-только пришли к сути этой песни и постарались записать. Да, вот с Димой Мелизом, ссылочка на этого чувака в описании под видео. Вы обязательно должны подписаться на его группу, потому что парень реально старается. Рассекаем по крыше Кантемировской, 60. Вот тут нам было концепт делать. Вот, на улице точно. Вот же всё почти есть. Вон сцена. Можно ещё выше залезть и там сделать. Вот оттуда. Да, классно. Ну всё, давайте я клип снимем. Это, да? Да. Вот тут что за... Типа книжная полка, что ли? Что-то я хотел сказать, да, забыл. Вот в этой части проходит концерт «Стилёва-2». Очень стильно. Очень стилёво. Да. Это книжки? Нет, это подделка. Ну, чтобы какая-то эстетика была, создатели данной полки решили смастерить книжки. Странно выглядит. К чему это здесь? Ну, хотя, можно что сказать. Чуть не разбил микрофон, который сколько стоит? 68 тысяч. Ё-моё, я купился ещё за 10 только. Короче, мне здесь аккуратно надо сидеть. Вот таким образом. Что ещё хотел сказать по поводу «Стилёва». Именно так называется данный концерт. Давно я, друзья, не был на таких рокерских концертах. Давно мои уши не болели от перегруза. Вот в Джалиле, в 2000-е годы, там очень хорошо, как я думаю, в других городах развивалась данная тема. Рокеры были подпольные, андеграундцы играли. Но в последние годы я всё реже вижу такие коллективы, потому что это действительно сложно. Репетиции с группой, каждого нужно собрать, каждого найти, звучать хорошо, строить, найти какой-то концерт, чтобы выступить. А ещё это всё денег не приносит. Но было круто, потому что было ощущение, что я переместился на 10 лет назад в прошлое. И мне было всего лишь... Блин, считать не буду сейчас, но я, допустим, ещё юн был. Блин, не могу найти пульт. Сука, куда он селся? Какой пульт? Да, вот типа такого, только большой был от ленты. Сука, не могу найти. Итак, друзья, я рад, что я начну, что вы играете, что всё классно. И сейчас буду выступать ещё одна группа. Эти ребята, их группа называется Сабчик. Они из Подольска приехали сейчас выступить. И, знаете, они мега-крутые, потому что сегодня они приезжали и помогали нам всё это сюда перетаскивать. Я их люблю, обожаю. Они вливаются в нашу команду. Поддержим, ребята, эти шумно! Они играют, все эти певера. Слава и Григорь, они такие, модненькие. Так что вы колбастесь, потусьте под них, дальше мы всё сами скажем. Погнали, парни, давайте! Субтитры сделал DimaTorzok Вечерние покатушки с Димой. Мелизм. Покажи нам сальтуху. На этой маленькой штуковине можно делать такие вещи. Кстати, я только что вылетел. Хотя за столько лет Дима даже ни разу не падал. Ты же не падал? Падал, падал. Падал. Только не так. Оно не так, как я. Так эпично, как ты. Скажи, как я сальтанул. Да, эффектно. Весь проходящий народ застыл в ожидании продолжения шоу. В Москве популярная тема самокат. Даже бабушки 90 лет катаются на этих самокатах. Я оценил, если честно, мне понравилось. За эти два дня самое лучшее удовольствие. Я получил, когда скатывался вон оттуда сверху. Зачем мы остановились? Потому что мы хотели, точнее я хотел заснять вот это чудо. Это легендарное заведение. Сейчас продолжим путь. Правда, хер, я не знаю, как он называется. Как он называется, но... Но оно легендарное. Яшкин кот, с кем я гуляю, а? Вот красавчик. Не только музыкой заниматься. Аура. Сисек.